Всем привет! Значит, следующая ситуация. Заказал на Алиэкспрессе китайскую автомагнитолу по акции. Урвался скидками. Получилось в районе 162 долларов. Отправили, значит, без проблем. Посылка, короче, пришла в Киев на таможню. И вот тут как раз начались чудеса. Они засомневались, что посылка стоит таких денег, что автомагнитола стоит дороже. Сейчас таможенные брокеры ебут мне тупо мозги. Запросили документы, паспортные данные, скриншоты о заказе. Я им написал, все скинул, что магнитола была куплена за 162 доллара по акции. Сейчас она дороже стоит. Вот, собственно, сама магнитола покупала комплектацию 10-дюймовую. 12-дюймовую, 2,32 гигабайта оперативных и 4G. На данный момент она стоит дороже. Ну, короче, не знаю, сколько сейчас стоит, но стоит она намного дороже. Но суть не в этом. Сейчас мне, короче, таможенный брокер, некая Старкова Юлия Андреевна, таможенный брокер, начинает тупо ебать мне мозги. Одни документы отправил, паспорт, идентификационный код. Сейчас, короче, другие документы, доказательства, скриншоты, сколько стоит. Потом она мне пишет, что у нее почему-то файлы скриншота не открываются. Я 20 раз ей ей отправил. Потом она мне пишет, какая модель и какая марка магнитола. Именно, короче, на таможне ебут тупо мозги. Ебут мозги, хотят содрать с меня больше денег за растаможку. Не верят, что магнитола таких денег стоит, что стоит намного дороже. Хотя я все выписки из банка предоставил. Короче, даже и не знаю, что делать. Но пока магнитола на таможне ее не отправляет ко мне, ждут именно. Дорогие таможенники, вы, блядь, пидоры, определитесь. Вы там настройтесь нормально, свою работу настройтесь. Не ебите людям мозги, не усложняйте ничего. Ничего не усложняйте. У вас там, блядь, давно уже бесхозяйственность была и будет. Коррупция растет. Ну, нахуя, спрашивается. Долбоебы вы такие, блядь, неуки. Сидите там, блядь, на зарплате, блядь. Штаны только протираете, блядь. Дармоеды галимые, блядь. Нету на вас управы. Даже нормально работать не можете. Ну, как-то так, блядь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.